Культпоход 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 Да, это инклюзы, включение, иначе, да, называется. Это привозная выставка, начнём с того. Её собрал в Новосибирске есть такой умелец, Анискин Владимир Михайлович, он мастер микроминиатюр, доктор физико-математических наук, и это одна из его, ну, вторая выставка у него. То есть это частная коллекция, получается? Да, да, да. Это частная коллекция. То есть его всегда очень увлекали микроминиатюры, что-то уменьшенное, какие-то детали, и он потихонечку начал коллекционировать, скупать как раз вот этих насекомых в янтаре, и таким образом у него сформировалась целая выставка, и сейчас, которая успешно ездит по городам, это ископаемые насекомые в янтаре. Инклюзивный микромир. Да, ловушка времени. А сам он не приезжал к нам на открытие? Он не приезжал, он только прислал экспонаты, мы расставляли, вот, и, знаете, как бы всегда ведь важно понять, вообще-то вот людям со стороны интересно, а не только музейщикам, вот, ну, вот, я как бы вот в эту тематику не очень погружен, но мне было очень интересно, потому что там, знаете, можно вкрутить свет, посмотреть там как маленькие такие микроскопы. И сколько у нас их там этих микроскопов? Там их 40, причем их не только можно стационарно рассмотреть, да, под микроскопом, их еще можно покрутить, повертеть внутри, то есть он сделал такую возможность, да, со всех сторон можно рассмотреть это насекомые. Там такой есть рычажок, и ты его видишь, и главное, там свет самое-то главное, что он сейчас вот... Освещение падает, да? Да, да, падает. По-другому образом. А какие там насекомые, интересно, какие 80 миллионов лет назад жили насекомые? Вообще не так много открытых ископаемых насекомых, всего лишь 350 видов. Ой, как мало. Это очень мало, да, на самом деле, от ископаемых, но, тем не менее, здесь у нас на выставке представлено 40 экспонатов и видов где-то, ну, наверное, 30 разных. Это от муравьев различных. Комары. Ножек, да, мух, тараканы. Они все жили тогда, да? Они, да, да. Они такие, как у нас сейчас были? Или какие-то мужы жили? Да. Они чем-то похожи. Похожи, да? Они похожи, да, действительно. И они действительно такие же маленькие. Были 80 миллионов лет назад. Вот уже 200 миллионов лет назад они были раза, ну, раз так 50 больше, получается. А, то есть это не шутки фантастов по поводу динозавров и комаров размером, примерно, с птеродактилем? Нет. То есть действительно так и было, да? Ну, чуть меньше птеродактилем, да, но тем не менее. Представила такого птеродактиля муравья в огромной янтарной такой. И комара, представляешь, как улетит за тобой, хочется тебя укусить. Ну, и каким образом они оказались в этом янтаре, очень климат был другой, да, он был очень тёплый, влажный. Из-за этого обильно было выделение смольных веществ. И, соответственно, насекомое, которое ползло по дереву, попадало в эту самую ловушку. А тогда уже деревья были, да? Да, хвойные деревья были, лиственные породы. У меня как-то с хронологией вот в те времена вообще уже... Это как бы очень далеко просто было, да? Ну, вот 80 миллионов – это на границе как раз, когда были динозавры, и когда вот они уже вымерли. Уходили в небытие, да? Уходили в небытие, да. В основном здесь экспонаты – это времени, когда появляются первые млекопитающие, мамонты, например, да, носороги и так далее. И вот, наверное, я тут разобью вашу мысль, что там мы как раз... Это выставка совместная, потому что, естественно, основа вот нашего партнёра. А мы дополнили картинами, которые была такая очень известная художница, сотрудник музея, Лена Сергеевна Москалец, она до войны работала в художественном музее. У нас. А после войны, да, да, а после у нас. И она была очень такая разностранной личностью, она написала, как вы называете все вот эти работы? Палеоарт, ну, если по-современному, да, вот эта работа в стиле палеоарт. То есть она рисовала динозавров и так далее. А сами картинки небольшие, мы их увеличили и развесили по стенам. И в результате очень хорошо эти картины дополнили вот ту атмосферу, которая вот в этом Интеревске, это маленькие. То есть они окружают этих насекомых, так же, как при жизни они их окружали. Да, да, да. И Елена Сергеевна, всё-таки она в Петербурге до революции обучалась обучению в Академии художеств. Мы сейчас ещё раз убедились, насколько её, во-первых, увлечённость, она была, по сути дела, основным хранителем. И она ещё, её на это хватало время, она рисовала. И вот мы очень рады, что мы как-то вот так ввели в пространство музейное вот её работы. И, ну, там ещё несколько, там, ряд наших экспонатов из наших фондов. Ну, если коснуться её работ, то она рисовала для экспозиции как раз того времени, для выставок. Ну, 50-х годов. Это такие небольшие, ну, может, максимум формата А4, акварельные зарисовки. С виду очень простые, но, правда, когда мы их увеличили, их эффект на выставку сыграл. А где они были всё это время? Фонд, да. То есть вот в 50-х годах была выставка, и всё, и они лежали, и они хранились. Да, да, да. Они никогда не выставлялись, да, целиком. И мы вот даже думаем, мы вот сейчас использовали, в следующем году у нас будет юбилей в Москве, салит, мы кое-какие вещи хотим ещё раз показать. Может, кстати, и эти показать почему и нет. Мы подумаем. Да. Подождите, это уникальная история. Я почему-то никогда не задумывалась, что в музеях коллекции, которые есть, они ведь вот где-то лежат, то есть их там хранят бережно, да, периодически, там что-то с ними делают для сохранности. Ждут своего времени. А люди-то их не видят. Вот сейчас такая возможность наступила. Получается, 60-70 лет уже прошло, да? с этого момента. И они есть теперь, эти работы. А вот этот коллекционер из Новосибирска, он вообще скупает этих насекомых где? Это, так я понимаю, целая индустрия какая-то на это работает, да? Или он сам их добывал где-то? Нет, 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 нет. Клады экспедиции. Нет, где конкретно он их покупал, он приобретал, мне он не сказал. Не рассказывал. Да. Ну, постепенно у него коллекция формировалась. Он и путешествует. Ну, конечно же, это приобретение Прибалтики, да, в основном. Да, где янтарь, где-то. Прибалтики побереги, да. Конечно. И сколько в коллекции экземпляров экспонатов? Вот она, 40, сейчас у него сформированы. Вот она сейчас здесь и представлена. А вот интересно, как он сюда их вез? То есть это как-то самолетом доставлялось, либо поездом через Москву? Ну, упаковка там такая внушительная, серьезная, надписью оптика, осторожно. Потому что это микроскопы, да. Они уже встроенные, то есть надо доставить. То есть да, это такие специальные микроскопы именно уже, чтобы там ничего не вставлять. И вот поэтому вот он нам доставил, мы винили, потом будем также бережно отправлять. Он целую видеоинструкцию нам прислал, как все это распаковывать. Что даже вот такой момент. Вы исследовали? Да, конечно. Мне кажется, никто никогда не смотрит инструкцию. Сразу интересно распаковать встал. Там такое внутри. Это же музей. Да, это же, это же просто, мы же не всем ответственны. Там же травмовка, небось, еще. Да я шучу. Конечно, у нас договор с ним, мы подписали, что вот, и наша ответственность, что это наш совместный проект. Мы тоже, кстати, благодарны нашему партнеру, что это совместный проект. Пошел на это. Да, для нас это очень тоже важно, потому что это будет, ну, как бы наша выставка, которая там в госзадание войдет. А как Вы его нашли вообще? И вообще, вот идея сама этой выставки, она как родилась? Он был у нас в 2018 году со своей первой выставкой. Я повторюсь, он мастер-микроминиатюрист. И у него есть первая выставка, как раз микроминиатюры, где он, например, вас создал. Также под микроскопом можно рассмотреть надпись на волос, человеческий волос, и там он сделал надпись. Вот, подождите, то есть это наш левша получается современный, да? Да, да, есть подкованная блоха, у него есть такая сценка, все. Он из Новосибирска. И вот он с этим приезжал к нам в 2018 году, Вы тогда познакомились, он рассказывал про свою вторую коллекцию. И он буквально летом позвонил и вспомнил про нас и сказал, что вот хотел бы в музее разместиться, показать свою коллекцию, свою любовь, как раз к мелким деталям и чем-то поделиться этим с людьми. Ага, понятно. То есть это такая история, которая тянется уже не первый месяц, получается. Не случайно вы друг друга нашли, он уже здесь был. Нет, это очень часто вот эти партнерские проекты, они потом продолжаются через год, два, три, четыре. Да, ноль плюс возрастное ограничение этой выставки мы не сказали, по-моему, в самом начале, говорю, для Роскомнадзора и для наших слушателей. Можно приходить с детьми, но вот сейчас это очень сложно получается, да, потому что детям в музей можно заходить без взрослых фактически. А у вас, кстати, как вот эта история сейчас решается? Во многих очень организациях сейчас говорят, что там задумались о том, чтобы какого-то взрослого вожатого ввести фактически, да? У вас детские группы, они приходят вместе с педагогами? Ну да, сопровождающими, у которых, как правило, есть QR-код, это... То есть, в принципе, у нас с этим... Проблемы не бывают, все понимают все. Да, потому что все равно это ответственность, видишь, за детей в данном случае. Ну что, предлагаю от микромира теперь к макромиру, почти политическому, обратиться к следующей выставке под названием «Товарищ Киров». Такое интересное... Нет, оно не полное, вы назвали «Товарищ Киров, человек, имя регион». Тем более, регион – это вообще макро какое-то формирование. Расскажите, пожалуйста, что это за выставка, почему у нее такое название, чем она посвящена? Потому что она посвящена в этом году, исполняется 135-летию, да, со дня... Со дня рождения... Со дня рождения Сергея Ивановича Кострикова. Да, да, Сергей Ивановича Кострикова, Кирова и 85-летие нашей области, образование нашей области. Вот, почему так пошли? Потому что, ну вот, вы правильно задаете вопрос, что такой, как бы, макро-подход. Ну, мы действительно подходили, что, с одной стороны, это Сергей Костриков-Киров, про которого, ну, все равно хотя бы кто-то знал, знает, одни лучше, другие хуже. Ну, значит, Сергей Иванович, он реально, он как человек, который он уехал из Уржума, из Вятки, и никогда уже сюда не вернулся, восходя по иерархии, там, партийной и государственной, значит... Строил карьеру себе человек. Ну, вы знаете, но... Ну, это не так, наверное. Он со стороны, строил карьеру, но мы решили, вот, как бы, показать, все-таки, главные его деяния в промышленности, в промышленных каких-то вещах, поэтому у нас там идет разговор про то, как он работал в Азербайджане, восстанавливал нефтяные промыслы, потом вот это, его деятельность в Ленинградской области, и потом, знаете, происходит вот самое это поразительное, то есть он, уехав отсюда, он никогда не возвращался. Это многие, многие... Да, это известный факт. Это используют как аргумент, когда говорят, давайте мы вернем имя Вятка нашему городу. Ну, момент следующий, что когда происходит убийство 1 декабря 1934 года, и, значит, вот это имя возникает, и городу присваивают в Вятке название Киров, получается такой, знаете, определенный парадокс, потому что в 1932-1934 году наш город находился в состоянии Нижегородского края и был, по сути дела, районным центром, его статус упал очень низко. А присвоение городу и название имени Кирова и создание Кировского края, а через два года создание Кировской области, оно вывело регион все равно на новый уровень. И в 1934-1941 году был достаточно такой мощный рывок промышленный, то есть вот как бы... Это у нас? Да, ну да, да. И мы специально раньше, дальше 1941 года не идем, это уже другая как бы история, там война, потому что там тоже эвакуация предприятий, новый виток промышленного развития. Ну вот, как бы получается, товарищ Киров, человек, который в 1934 году окончил свою жизнь в Ленинграде, его имя, которое вдохнуло все равно, если объективно смотреть, новый виток... Ну, импульс какой-то преподал, получается, развитию нашего региона. И его имя наша область носит, именно, получая, с 1934 года, и мы вот показываем, как с этим именем, ну, она вот шла, страна там, ну, повторюсь, не страна, не область, до 1941 года. Вот как-то так, поэтому мы очень долго, название, оно придумалось не сразу, оно придумалось в процессе долгих обсуждений, и мы окреативили, но нам, на наш взгляд, удалось вот эту идею передать. И выставка получилась достаточно неплохой. Мы очень много используем цитат из переписки Сергея Мироновича Кирова, воспоминания о нем, делаем, например, очень интересный там «Ёж» и «Чиж», это такие детские журналы ленинградские, вот «Ёж» был полностью посвящен гибели Кирова. Ну, и когда, значит, детский журнал, и когда вы читаете все-таки, значит, стихи детей, требующие там смерти тем, кто убил Сергея Мироновича, немножко так это сердце-то леденеет, как бы, конечно. То есть это не наши комментарии, мы показываем артефакты. Да, я просто, я пытаюсь понять, насколько вообще была выстроена вот работа такая идеологическая, то есть это, получается, ведь маленькие дети-то писали? Ну, там, да, ну, там 13, 10, да, там и более младшие. Конечно, конечно, это, кстати, интересно, что в этом же журнале напечатано стихотворение «На смерть Кирова» Николая Заболоцкого. Вот я никогда тоже этого не знал, я вот только во время этой выставки ознакомился с этим стихотворением. Что оно вообще было, да? Да, что оно было, вот оно было там напечатано вот в этом журнале. А у вас нет под рукой его, случайно? Нет, к сожалению, нет. Собой нельзя, не может, любопытно стало. Нет, нет, да, вот вы… А на выставке оно представлено? Оно на выставке представлено, оно есть в интернете, если вы можете его найти, вот, но оно там представлено, как раз оно хорошо тем, что это мы сделали, как скан страниц из этого журнала, и там, так вы знаете, очень хорошо все это оформлено, такой Ленинградская набережная, там вот видны, знакомые все эти облики. Вот. Вот. И… У нас очень достаточно много восстановить этих экспонатов по книгам о нашем хранилище, и там, собственно, вот эти экспонаты представлены, мы даже их специально выделили. На фотографиях даже видно. Да, вот мы их сопоставили с фотографиями, и, в общем-то, вот мне кажется, еще, опять же, год 150-летия нашего музея, то есть даже тут уже три даты, это юбилея области, юбилея Сергея Мироновича, юбилея нашего музея, вот они так сошлись, и нам, в общем-то, удалось вот такую экспозицию представить, вот мы считаем, что это наша удача. Да. Тоже ноль плюс возрастное ограничение. Все-таки спрошу, как… Ну, то есть вы сказали, там фотографии, да, там тексты. Вот эти журналы, про которые вы говорите, Йош и Чиш, они там тоже представлены, да? Да, представлены. Да. А что есть еще? То есть там, может быть, какие-то личные вещи? Да. Личные вещи, потому что именно когда Киров был убит, началась активная мемориализация его памяти. Угу. Там есть его, значит, записная книжка, переплетенная им, есть полотенце, которое, по крайней мере, по преданию, вышито им самим и подали на его учительность. Кстати, вот кто знает, что Киров, ну… Умел вышивать. Да, вышивать, да. И оно реально интересно. Его там гимнастерка, его… Ну, то есть, значит, там есть картины, которые были написаны на его родине. Посмертная маска Сергея Мироновича Кирова, значит, и, ну, другие экспонаты, не буду все рассказывать. То есть там достаточно много, ну, не плоскостной экспонатуры. И плюс, повторюсь, так как мы рассказываем о развитии промышленности, с нами активно работали там предприятия, в частности, Монтинский металлургический завод, они там в свой музей представили свои экспонаты. И вот все это мы там завершаем, такой очень тоже интересный плакат, который был создан там, ну, после смерти Кирова, по-моему, в 47-м уже году, где там все пока… Понятно, все там главное. Сергей Миронович Иосиф Виссарионович, как бы главный герой этой всей биографии. Но он так передает время, мы его вот завершаем, эту выставку. Поэтому, повторюсь, мы все это добавили, повторяясь добавить различными текстами, которые, ну, представят, помогут представить впечатление о Кире, потому что это был, бесспорно, человек неординарный. Потому что вот мало кто знает, например, что в Азербайджане, где он восстанавливал нефтяную промышленность, о нем до сих пор помнят. И причем помнят хорошо, потому что он, приехав в Азербайджан, он очень много занимался разъяснительной работой, потому что люди агрессивно реагировали на внедрение новой техники, новых технологий. Там очень много надо было восстанавливать, ну, элементарно там проводить свет, там, воду и так далее, и так далее. И поэтому вот в этом плане, как бы, азербайджанцы очень, как бы, очень позитивно реагируют на всю эту кировскую историю. Ага. То есть приедете в Азербайджан, говорите, что вы из Кирова… Надо проверить. Надо проверить. Может быть, даже, да, какие-то преференции вам за это. Ну, может быть, я не знаю. За это будут от местных жителей. Надо попробовать, да. Но они там и так гостеприимные, конечно. Скажите, пожалуйста, как вот вы, как музейные работники, как ученые, да, ну, вы же сами сказали, что вы остаетесь беспристрастными и объективными, да, то есть это ваша профессия. Но все-таки надо понимать, что Киров, что Сталин фигуры неоднозначные политические, идеологические, очень разные к ним отношения. Как в этой ситуации… Я понимаю, что все, что связано с памятью, все, что связано с мембриализацией, все, что связано с какими-то вещами, оно не могло быть и не может быть незаряжено идеологически. Как вы в этой ситуации остаетесь? Как оставаться максимально беспристрастным и объективным? Как мне уходить или наоборот представлять разные точки зрения? Ну, например, вот я такой приводил тоже пример уже, что, например, мы когда едем в Петербург, да, мы приезжаем в Волхов, да, город Волхов. Там вот как раз на берегу стоит алюминиевый, Волховский алюминиевый завод. Мы… никто не знает, что он там до начала 2000-х годов носил имя Кирова. Угу. Потому что, в принципе, Сергей Иванович приложил большую, значит, роль в его создании. При этом вот у нас там есть такой комплекс, посвященный Беломор-каналу. Вот. И там есть такая иллюстрация, что Иосиф Вестонович Сталин, Климент Ильфимович Ворошилов, Сергей Иванович Киров на Беломор-канале. И такая вот тоже факт, о котором, ну, мало знаю, что часто на этих картинах долгое время был Генрих Ягода, руководитель НКВД, который, собственно, экулировал строительство канала. И после расстрела Ягоду стали вымарывать. Ага. То есть мы вот эту информацию, вот мы всю ее доносим. Мы пытаемся голосом Кирова, голосом современников донести ту информацию, которая существовала. Мы бесспорно понимаем, что на Беломор-канале погибли люди, причем там достаточно много. В общем, сейчас уже признается, что эти люди были, собственно, арестованы там, да, и доказаны ни за что. Исходя, в том числе, из каких-то соображений вот этих целесообразностей индустриализации, использования их труда бесплатного и всего остального. Мы уже и указываем там цифры. Да, во-первых, мы это указываем. Во-вторых, ну, немаловажный момент, что тоже, кстати, об этом немногие знают, что когда уже строительство канала было закончено, были часть людей освобождены, ну, кто остался жив. То есть это была некая такая... Ну, это факт остается фактом, но для тех, кто погиб, это бесспорно, это ничего не значит. И тем более есть такая опять вот фраза, что когда Сталин приехал туда, он, конечно, ожидал более масштабного действия. Он сказал, что канал-то у нас получился мелкий. Угу. Вот это вот, это вот всегда нужно, как действительно понимать, насколько сложные вот эти все вещи. Кстати, вот мы вам когда говорили про выставку про «Янтарь», мы там упоминали Елену Сергеевну Москалец, там тоже есть две картины. Она написала именно «Беломор канал» 47-го года. Она абсолютно такая хорошая, такая радостная картина, но мы ее вставили, потому что он показывает, там теплоход идет, и про Хибины, где Киров тоже очень много сделал. То есть мы стараемся, знаете, как бы идти с золотой середины. Вы правильно говорите, вы правильно абсолютно говорите. Нам не надо свалиться ни туда, ни в одну, ни в сторону, ни в другую. Потому что то, что Киров это, во-первых, человек был неординарный, никто с этим не спорит. То, что он действительно сумел пройти своим во многом, может, даже трудом до высших вот этих… Вершин, да, политики тоже с этим никто не спорит. То, что он был в рамках этой системы… Так говорю, мне вот этот вот пример, когда, значит, вот на этой картине был «Ягода», а потом его выморали, это тоже очень характерный такой момент того времени. Эти стихи детей, которые требуют смерти улицы… Идеологически заряженные. Да, да. Или там вот мы вот с этим нашим комплексом, вот мы опять же выставили, например, статью, ну, перепечатку статьи нашего тогдашнего директора, который описывает эту выставку. И там приводятся отзывы людей, которые тоже, значит, говорят о том, что мы после этой выставки повысим «Гдительность». Мы… Трепещет там сердце от, когда мы читаем о смерти товарища Кирова, там, и желаем смерти там… Врагам. Ну, там, ну, примерно в таком духе. Поэтому нам все время нужно, ну, как бы вот соблюдать, как бы без гнева и пристрастности, потому что, когда, конечно, какие-то вещи ты постигаешь, ну, ты не можешь на это реагировать «Беспристрастно» и «Равнодушно». Ну, вот мне кажется, как раз мы старались, вот, во-первых, подойти к этой выставке неравнодушно, как бы… Можно было пойти, знаете, вот так… Родился, там, работал, умер… Смотрите фоточки. Смотрите фоточки, да. А зачем? А? Зачем такое? Вот, это неинтересно. Вот мы поэтому постарались сделать, ну, по крайней мере, как-то интересно. При этом, например, мы понимаем… Там, например, вот есть совершенно две замечательные, например, портрет… Не портрет, вернее, а картина… Ну, тоже Петра Саевича Вишегорова, Киров в Азербайджане, вот это одно из ключевых полотен. Вот. Мы прекрасно понимаем, что тоже Петр Саевич, он писал в определенном ключе, и, конечно, это, ну, видно, но при этом это очень интересное полотно, которое тебя погружает в эту атмосферу. Поэтому, ну, повторюсь, что вот это как раз сейчас задача людей, которые вот придут на эту выставку, они оставят свое впечатление. Я, может быть, хотел бы еще сказать немножко о выставке, вот как раз вот о ваших… о разнореакции людей на выставочные проекты. Вот у нас сейчас идет, вот мы идем в музее Салтыкова, Щедрина, выставка «Веселый Пушкин», которую привезли из Михайловского. Там все по-разному реагируют. Некоторые говорят, как это так? «Солнце русской поэзии». Да, «Солнце русской поэзии» показывают в таком виде, да это что же такое-то? А в каком виде? Ну-ка, ну-ка, что-то интересно. Нет, ну, это, знаете, как бы… Это, это такой, как бы немножко… Художник пишет в стиле «Наив». Вот. Это фэнтези. Там, например, Пушкин, который, например, написан, называется картина «Грибной дождь», и Александр Сергеевич стоит под большим-большим грибом. Круто. Вместе со своей няней. И вы придите… Маня, пойдем сходить. Посмотреть на Пушкина под грибом. Сходите, пожалуйста, потому что выставка хорошая, реальная. Она показывает абсолютно иначе. Или там, например, как там «Остров уединения» или как там «Остров вдохновения», он там сидит на острове, который там няня держит на ниточке. То есть Александр Сергеевич удалился, чтобы побыть одному. Это абсолютно… Нет, и самое-то главное. Там если… Он везде, например, в «Цилиндре», ну понятно, но Пушкин, который, извините меня, едет на санках, он не мог быть в «Цилиндре». Это некий уже как бы у нас образ, да, который сложился. То есть Пушкин должен всегда быть в «Цилиндре». Это некая фэнтези. Но оно, на мой взгляд, написано… Вообще, эта выставка сделана очень по-доброму. И мы рады, во-первых, что мы вообще из Михайловского, где Пушкин столько жил, мы эту выставку привезли. Это вот как бы к тому, что реакция, она бывает разная, но она живая-то хорошо. Люди реагируют на какие-то вещи неравнодушно. И здесь мы тоже надеемся, что если придут на Кирова, что-то останется и в душе, и в сердце. Ну, как минимум, заставят задуматься вот эти детские стихи, например, да? Ну да. То есть ты прочитаешь их, ты начнешь понимать, что в школах, вероятно, велась какая-то работа. То есть детям как-то про это рассказали? Нет, вероятно. Возможно, там конкурсы были какие-то на лучшие стихотворения. Это жестче уйдет у девицы Кирова. Нет, вы знаете, я думаю, что момент такой, что немаловажно, что это было, как сказать, во-первых, живая реакция тогдашней, они реально были этим потрясены. Понятно, что там было, как сказать, накрутка, да, и накрутка определенная, может быть, и сверху, но это была реакция живых детей, это было горе, потому что там какие-то там стихи, там, вот, там, дорогой Сергей Миронович, мы тебя еще видели недавно, как ты там ехал на автомобиле, а сейчас ты вот убитый, мы там, наш друг, там, детей и так далее, и так далее. На самом деле все же знают вот эту историю с похоронами Сталина, да, ну, то есть вот когда огромное количество людей шло, не так далеко можно ходить, история со смертью Брежнева, да, когда огромное количество людей переживало, что вот сейчас, вот прямо завтра начнется ядерная война, да, как мы будем, как мы будем теперь жить, вообще непонятно. Ну, то есть вот это взрослые ведь тоже были люди, да? Ну, понятно, потому что это всегда такие ключевые моменты, которые вызывают, вызывают реакцию людей непосредственно. Артем Маркелов в нашей студии, Анастасия Хлебникова сделаем перерыв на рекламу и вернемся, у нас будет еще несколько минут на то, чтобы поговорить о других проектах Краевического музея. Хорошо, спасибо. Культ поход продолжается сегодня без розыгрыша, напоминаю нашим слушателям, потому что программу мы записываем несколько заранее с нашими гостями Артемом Маркеловым, директором Кировского областного краеведческого музея и Анастасией Хлебниковой, заведующей отделом краеведения Кировского областного краеведческого музея. До перерыва говорили мы про две выставки. Это ловушка для времени, насекомое в янтаре, работает она в главном здании Кировического музея на Спасской 6, да, 0+, возрастное ограничение. И вторая выставка «Товарищ Киров, человек, имя регион», тоже 0+, работает в Диараме. Да, я упоминал еще выставку «Вселый Пушкин», там 6+. 6+, это в музее Салтоковщедрена. Дома Салтоковщедрена, ленина 93. Да, и у нас остается буквально 5-6 минут до конца эфира. Я еще хотела поговорить с нашими гостями о предстоящем, так скажем, событии, ну и немножко подвести итоги этого года, может быть. Или рано еще подводить итоги ювелирного года. Мы просто не успеем, такой насыщенный был год каждый раз, когда нам приходили гости, да, столько выставок. Мне кажется, если мы начнем… Ну, у нас, естественно, 155 лет, мы все равно вот как бы до конца ее будем вести, а действительно, если забегая вперед, у нас в следующем году 45 лет Диараме. Вот она исполняется, она в 1977 году была построена, и вот существует в рамках Союза музея очень много различных ассоциаций, в том числе ассоциация музеев, хранителей Диарам и Панорам. Вот. То есть это объединение такое? Да, это объединение такое профессиональное, значит. В него входят Диарамы и Панорамы от Крыма до Алтая. Вот. И мы вышли с такой инициативой вот в рамках 45-летия. Давайте соберемся и проведем у нас научно-практическую конференцию Диарам и Панорам. И вроде нас вот это поддержали, была в Москве здесь круглый стол, который проводит ассоциация. Мы очень надеемся, что у нас в этом, в следующем году все это получится. Мы планируем это провести в середине сентября следующего года на базе Диарамы. Вот. Чтобы состоялся вот такой, знаете, не просто какой-то исторический диалог, а разговор о научно-практической конференциях. Ну, так она называется, может быть, академический музей хранителей Диарам и Панорам в социокультурном пространстве России. Ну, я назову те темы, которые я вот озвучивал, и коллеги вроде приняли, и они готовы, ну, как-то их добавить. Вот, значит, Диарамы и Панорам в России истории современной событий и личности, ну, здесь традиционно. Место, а дальше вот такие уже проблемные вещи. Место Диарам и Панорам в культурном пространстве XXI века. Третья, роль Диарамы и Панорам в цифровую эпоху, трансформация или традиция, то есть нам нужно понять. Угу, угу. И Диарама в провинции – это раритет или, видимо, карточка региона. На это среагировали очень бурно, потому что это, видимо… О, мне кажется, да. Это такая больная, мне кажется. Да, это очень важно, потому что даже с нашей Диарамой мы видим, что люди, которые живут долго в городе, они, когда приходят, они не ожидают, то эффект оказывается достаточно сильным. Поэтому вот мы хотим это все обсудить, и я думаю, что это будет полезно и для нас, для нашего регионального музейного сообщества, не только музейного, и для коллег из других Диарам, потому что, по крайней мере, реакция была очень живая, вроде люди готовы приехать к нам. Два дня мы в следующем году хотим провести это в середине сентября. Если коронавирус нам позволит. Если коронавирус нам позволит, мы все-таки надеемся, что… Нормализуется как-то это все. Ну, как-то да, уже это, чтобы эта история каким-то образом входила в нормальное русло. Ну, русло, я думаю, в этом заинтересованы все. Вот. Ну, как-то вот так. А вот, кстати, про визитную карточку региона. На самом деле, о многих приезжих, кто к нам в Киров приезжает, там, да, либо рекомендую, либо даже вожу в Диараму и показываю. Мне кажется, что раньше всех абсолютно приезжих в Киров… Ну, это естественно. Конечно. 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 А сейчас… Я вот не знаю, насколько часто сейчас в Диараме приходят люди и просят показать, включить свет, там, да, рассказать, что… Это все… Это все есть. Тем более, как вы знаете, у нас там… Раньше же, когда… Где пространство Диарамы, там вообще ничего не было. Вот сейчас несколько лет назад там была сделана экспозиция по вот началу 20-го века. Вот. И поэтому… Даже те, кто… Вот, говорят, вот я помню, в школе был, они приходят, у них впечатление абсолютно иное создаётся. Вот. Поэтому… Плюс мы надеемся, что после реставрационных работ в приказной избе отдел народных художеств и помыслов хоть вернётся… Туда, туда. Да. И тут и для Диарамы появится… Ну, они вернутся в нормальное пространство по временной выставочным проектам, где вот сейчас у нас народные художественные промыслы находятся. Поэтому… Знаете, как бы, часто… Просто, видимо, восприятие людей, которые живут, они не представляют того богатства, пока они не придут и не увидят. Поэтому мы всех очень зовём. Приходите, вот, и придя на выставку даже у товарища Киров, вы можете, видите, посмотреть Диараму в целом. А, ну, это, кстати, ведь они, получается так, отчасти связаны между собой. В общем, да. И эпохой, и эпохой, направлением каким-то конечным. Конечно, конечно. Нет, ну, более того, мы всё-таки рассматриваем, я уже говорил неоднократно, я Диараму как музей истории 20-го века. То есть надо к этому подводить и вот там это… на это делать упор. Потому что понятно, что когда Диарама создавалась, была и другая эпоха, 60-летие октября всё это делалось. Кстати, плюс нашей Диарамы, вот я убедился, вот когда на круглом столе в Москве был, например, у других коллег с Диарамами проблемы, у них, например, там с помещениями плохо, а у нас такое отдельное здание, вот с этим проблем никаких нет. То, что сделали тогда в 77-м году, это, конечно, было, ну, достаточно серьёзное… Не просто отдельное здание, а специально построенное. Да, 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 совершенно буквально, специально построенное здание. В этом плане, как бы, у нас проблем нет, там, да есть другие, может быть, там, проблемы, там, но будем тут решать, в том числе, надеюсь, с помощью этой конференции. В общем, будете обмениваться опытом, искать какие-то… Конечно, конечно. …какие-то плюсы, там, да, друг с другом будете лайфхаками делиться, говоря современным языком. Совершенно верно. Спасибо большое нашим гостям Артем Маркелов, директор Кировского областного краеведческого музея, Анастасия Хлебникова, заведующая отделом краеведения Кировского областного краеведческого музея, были у нас в студии. Про две выставки мы говорили, приглашаем и на янтарь, на насекомых маленьких, и на товарища Кирова, большого смотреть, да, в диораму. Спасибо, Культпоход, на этом завершаем. Спасибо. До свидания. До свидания. КУЛТ ПАХОТ КУЛТ ПАХОТ